В Улан-Удэ появилась волшебная улица. Такое название дали и жители ДНТ Труд. До этого соседним улицам присвоили не менее причудливые названия – лиловая и неоновая. Мы приехали узнать у жителей, чем же волшебны эти места. Почему именно это название? Чем улица волшебна для вас? Ну, чтобы все желания исполнялись. Дни пять назад узнал, что наши улицы волшебные. А почему вообще жители решили переименовать здесь же везде ДНТ Труд указан? Ну, не знаю. Наверное, то, что Лома живет здесь, шаманы живут, наверное, поэтому волшебные. Не менее волшебна улица Дарханская. Это единственная улица, в составе которой нет ни одного дома. Здание с той стороны относится к улице Жердева, а с этой – к Кулической. И, возможно, даже жильцы сами не подозревают о том, что на самом деле проживает на Дарханской. И только одному объекту присвоили официальное название Дарханская. Это киоск. И номер его почему-то 26. Как называется эта улица? Жердева, Вернская, Дарханская. Дарханская, верно. А вас не удивляет, что улица есть, а домов с таким названием нет? Там, по-моему, два дома стоят, улица Дарханская. Они к Кулической или к Жердеву относятся? А, ну, тогда не знаю. В принципе, каких домов нет названия? То есть улица есть, называется Дарханская, но домов с таким названием нет? Не знаю даже. Я даже не задумывалась. Дорога? Нет. А как вообще относитесь к тому, что как может быть? Дорога нету, да? Такое должно быть? Ну, по идее, нет, конечно. Если улица есть, то, соответственно, дома должны быть. Откуда она появилась? Таксисты путаются, а медики не могут найти дома. А все из-за улиц с одинаковыми названиями. Две улицы Аранжурова приводят в недоумение горожан. Одна из них находится в центре города, а вторая в селе Хойтебе. Две улицы Аранжурова есть? Да. Ну, это неправильно, конечно, где найдешь, что вот, правильный номер. Ну, не должно быть две улицы с одинаковыми названиями, я считаю. А как людям ориентироваться, особенно медикам, курьерам, таксистам? Ну, поэтому и сложно ориентироваться. У нас не такой уж и большой город, чтобы иметь две улицы с одинаковым названием. Ну, это проблема на самом деле. У нас есть две Барсоева-13, если не ошибаюсь. Сейчас я нахожусь на улице Барсоева-13. Это здание республиканской типографии. А этот дом тоже Барсоева-13. Здесь находится офис нашей телекомпании. Два дома с одинаковым адресом отделяет пара километров. Чтобы как-то их различить, и к зданию типографии добавили дробь два. Но таксисты и курьеры все равно путаются. У нас два дома Барсоева-13. Если вы думаете, что это просто забавно, то это нифига не забавно. Я пару раз в жизни оставался без такси, например. Постоянно, не знаю, один из пяти точных доставщиков приезжает не туда. Но это ладно, это как бы ничего страшного. Слава богу, речь идет не о скорой и не о пожарных. Да, надеюсь, они не путают эти адреса. Просто представьте, что будет с человеком, когда речь, счет идет на минуты. Скорая просто приедет не туда, и все, и человека нет. Жердева одна из самых непонятных улиц. Она будто разорвана. Это связано с тем, что изначально здесь были одноэтажные деревянные дома. С развитием строительства улица удлинялась и расширялась. Так с 18-го перешла в 43-44 кварталы. Там тоже улица Жердева, только нумерация начинается с 40-го дома. До улицы Жердева, насколько понятно расположение дому? Не знаю, мне понятно. В 18-м. И тут 43-44-й. В 18-м же Крючевская. А там тоже идет улица Жердева. Я знаю, что так по разным местам как-то идет. Короче, где-нибудь в поселии заблудиться, наверное, чем нас здесь. Интересные случаи с улицами нередко для нашего города. Если вы, дорогие зрители, сталкивались с подобными примерами, просим вас отправить личным сообщением в наши соцсети. Валентина Цибикова, Жаргал Царендашеев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok